И как раз если ты с вечера делаешь молоко, и чтобы не вставать, допустим, если ты в 8 или в 9, сейчас у нас половина, 11 вечера, поставишь молоко, то не придется вставать через 5-6 часов, проверять его, открывать, ссувать в холодильник, отключать йогуртницу. Я так делаю, когда, допустим, ложусь поздно, а мне при этом на дно, или не слишком поздно, но мне при этом надо пораньше где-то встать, часов 10, допустим, и уже убрать йогурт в холодильник, чтобы он отстоял свои 2 часа, и, соответственно, заниматься уже с какими-то своими делами. Мне такой процесс очень удобен, но я также запишу тебе и процесс, который считается правильным, когда ты кипятишь молоко, и уже точно знаешь, что оно не свернется. Если ты не хочешь рисковать, или не уверен в молоке, вот, ну, мне нравится молоко, домик деревни, или я еще покупаю углическое молоко, вот на данный момент у меня нет углического молока, у меня есть вот такое. То лучше просто промотать до нужной минутки и посмотри уже другой момент. Ну, если ты не рискуешь именно использовать мой способ, то, в принципе, можешь просто посмотреть, что у меня получится. Йогуртница у меня, как ты знаешь, на полтора литра, но можно использовать максимум литр 200. Тут у меня чуть меньше литра, но если не знаешь, то только что узнал. У меня тут мой поздний очень ужин. Сейчас я добавлю сюда пакетик закваски, размешаю. А после уже поставлю емкость, закрыв ее крышкой. И уже этой крышкой вот сюда. Маринер рассчитан от одного для трех литров. Ну, вот у нас будет около литра его. И напомню тебе, что закваски Бакздрав, несмотря на то, что делаешь ты один литр или, допустим, три литра, итоговый продукт будет очень густой. Что на литр, что на два, что на три. На любое количество от литра до трех литров. Да, и кстати, можно потом еще использовать, как материнскую закваску, тот продукт, который получится благодаря закваске Бакздрав и молоку, еще пару раз. Ну, оставляешь немножко готового продукта и используешь его вместо закваски. Проверено. Мной. Ложку, естественно, тоже нужно брать стерильную, чистую. Нет, все две минуты я тебе не буду записывать, как я мешаю, потому что я сейчас снимаю на руке. И держать всю эту конструкцию не очень-то удобно. Хоть и снимаю я на диджай. Ты можешь видеть в кадре минут сотов с нашей пасеки. И вот через 14 часов можно будет проверить. Ну, на самом деле, можно проверить, допустим, через 10 часов. Я обычно проверяю где-то спустя 10 часов или 12. И если сгусток уже такой характерный, то выключаю и ставлю в холодильник. Но иногда держу 14 часов и все выходит очень даже хорошо. Результаты тебе покажу спустя, наверное, уже 14 часов. Не прощаюсь. Ну, и я напомню, зрителя его в 11 поставила. Сейчас у нас... Короче, а после мы с тобой проверим, что и как. Мне было как-то не до кефира. Он в йогуртнице был буквально... Ну, 11,5 часов. У нас кошка Алиска трется вокруг меня. Сейчас ложечкой какой-нибудь. Зачерпнем. Это у нас на Рене. Я не помню, пробовала на Рене от Багзрак или нет. Молоко 2,5% жирности, как ты помнишь. Кошка своей головой трется об меня. И рука в итоге шевелится. О, кошка. Кошка, кошка тебе тоже перепадет. Ну, а следующий свой кефирчик, в смысле кисломолочный продукт, я сделаю, наверное, уже на другой закваске. Может быть, на йогурте. И уже на другом молоке. Именно тем способом, который советует сам Багздрав. Ну, и который обычно можно сделать, как бы... Которым я делаю тогда, когда мне хочется, чтобы за 5 часов кефирчик дошел до нужной консистенции. Сейчас, если... Съем. Вот тут я. Чтобы ты не думал, зритель, что я тут съела. Съела я или нет, кошка, не надо это нюхать. Вкусный, густой, плотный йогурт. Ну, как бы это на Рене. Вот, напоминаю, если тебе тоже хочется, можешь по промокоду iWForever Можешь по промокоду iWForever получить 10% скидку на продукцию. Ну, и ссылка будет снова. Снова опять скажу, напомню, в инфобоксе. Вкусный, густой, густой.